Продолжение следует... 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 что и они потребовали, кричали «Вось! Белорусский народ забудился!» А это черговая Крамлевская операция, Криласка. Вось вам и полночный фланг. Жудостно. Но тот, кто не знает эти истории, тот, кто не анализует исторические факты, на великий жаль полтора этих самых трагичных моментов. 26 лютого 2022 года российское агентство РИА Новости поспешалось опубликовать артикул про то, что «Все, Украина долучена, и она становится часткой русского света». И вот эта триада, знакомитая, придуманная царскими и имперскими историками Великороссы, Малороссы и Белорусы, все ж, в реште-реште объединялись. Артикул Кутенко выдали, потому что, зразумели, что не все так доброго в Украине, и много тяжкостей. Но это важный момент. И он написан очень мощным заходнерусским и имперским духом. То, что я говорил на протяжении 2010-20 годов. Писал активно, что заходнерусы – это враг белорусской стилы, это враги белорусской державности. И они открыто сказали, аааа, это штустная нация, белорусской языки нет, культуры нет, традиции нет. Но, на жаль, держава она не реаговала белорусская. А громадство при нам все прислухывалось. Но... И вот эти моменты историчной деятельности, этих всех так званых фондов, историчной памяти, дюков и так далее, это все минавито части этой московской политики в Беларуси. И они створали хлебу для будущей аннексии Беларуси. И они выдавали книжку «Трагедия Хатыни». И там рабили акцент на «Вой же ж, в Одессе ж спалили вось». Так, как у Хатыни бандеровцы, рабили антиукраинские настрои у громадствы. Унудрали, унедрали у громадства белорусская думку про то, что бандеровцы тримают в закладниках украинское громадство. Но самим украинцам разумело, что было не до этого справа. И они працавали над тем, как створить свою державу. И они працавали над тем, как створить свои войска. И сейчас мы видим выник. Когда выходит русский человек с Черниговщины испыняет российские войски, и скажет «Я так само русский, только это моя земля, Украина, я гражданин Украины. А вы здесь чужие». Так вот, дальше вот это всё. Историю надо знать, анализовать и разуметь. Первое. Головная основа. Это необычная трагедия Беларуси. И сегодня, когда слышат попроки для белорусов, нужно сказать, что белорусы такие шахты. Российских спецопераций, как и украинцы. Так, украинцы взмагаются. Белорусы, у них проблема. Процесс национального створения у нас не закончился. Больше того, его подорвали в 2020 году. Треба было створать нацию. Але от кожно-газарежит зараз. Те он рассеет со знаком якости, те он белорус. А тут белорусская мова, культура и история. И этого вам никто не заборонит выучать, корыстаться и отчувать себе национально святым ромадянином Беларуси. Это досыть мощный момент. До этого варта вернуться, не глядяцши на усе внешние моменты. А те, кто вам скажет, что вы виноваты, отказывайте. Мы не виноваты. Не трэба вину политиков перекладать на народ и громадство. Мы идем по шляху створения белорусской нации. Мы вучаемся быть грамадянами своей краины. И мы повинны пройсти в этой шляху. Деряк этого трэба вучать историю, традиции, культуру. Это очень важный момент. Верес, подяюсь, что вы засвоили эти моменты. И это исторические параллели. Пишите комментарии, пишите вопросы, пропадуйте темы. Мы будем отмерковывать. И будем дальше улучшать нашу белорусскую историю. Разумело, крыстайтесь в белорусской мове и шануйте в белорусскую мову. Это главный стрыжень национальной святомости. Это главный подмурок. Я вас, я грамадян. И нашей державы. Я ей независимости. Дякую за вами. Дякую за вами. Дякую за вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!